проворачивается стопорится вот так вот, практически шляпка и гвоздь образуется это шестерочка, то же самое вот с пятерочкой тоже гуляет а по неопытности я вот это вот эти вот вещи то есть это и вот это 4 крючка и 2 еще для тяги для этой по неопытности вчера вешал ну вот часа 2 так же проворачивалось короче, бурами надо пользоваться не люблю я думать сразу это не интересно, сила уже в чем? в заднем моем уме монтируем выключатель я снимаю нахрен убираю, а на его место будет соответственно висеть коробка сделаем здесь вот коробку, то есть вот кабель-канал как он идет вот здесь вот он идет разрыв сбоку сделаю, пропилю туда уходит все на мозги, тут все это делаю переваривается и уже отправляется по свету то есть сюда и вот тут еще есть варианты я могу вниз от этой розетки также пустить там допустим сделать розетки, но тут они вообще ни к чему ведь правильно ну да вот что еще где тебе нужны розетки покажи мне вот еще раз чтобы я знал где значит, что у нас получается у нас здесь идет кабель-канал, вот значит от розетки поднимается сюда идет кабель-канал, дальше от этой розетки я делаю вниз еще, допустим для компьютера розетку Делай, конечно. Плюс еще дополнительные или что. Итак, в готовом виде разводочка для кабель-канала. Здесь крепеж, насквозь, разумеется, проколоты ножки патронов. Здесь вот видно, остаются у нас свободные дюбеля. Сюда вот и видно, собственно, проковырено. Все тут уже замерено было перед монтажом патронов. Все, теперь остается только пропускать насквозь провода. И вот так вот. Еще один. Здесь у нас будет уложен кабель-канал дальше. И что интереснее, полностью удаленный выключатель, его здесь не будет, на его месте будет висеть обычный, самый обычный монтажный, электромонтажный ящичек. В него будет установлено малина, блок питания, релейные модули. Все будет установлено туда. В будущем это будет переноситься, разумеется, в коридор. То есть, в географический центр квартиры. И прямо от розетки спокойно сделан отвод. Нагрузка только на малину, на блок питания и на реле. Ну и непосредственно потребители от этих реле. То есть, вот на эти лампочки. То есть, вот четыре патрона полностью готовые к монтажу. Они уже поставлены. Кабель-канал будем прокладывать чуть-чуть позже. В процессе снятия его величества. То есть, так же симметрично на противоположной стене будет сделано. Да, проводов у меня дохилищие. Я уже много раз по этому поводу выслушивал. То есть, проводов много. Будем изобретать велосипед. Ну и, разумеется, здесь тоже сделаны дюбеля уже. Я просверловал дюбеля. Тоже вот все идут. То есть, полностью вместо, по бордюру. Ну или одновременно с бордюром, вместо бордюра. В общем, вот так вот по потолку, нехитрым образом, будет все проведено. Полностью боковое освещение. То есть, по сути, по сути, это у нас получается одновременная мастерская и студия. То есть, вот у нас большая такая пустая стена. У нас еще одна будет большая пустая стена. Ковер будет убран. Здесь, разумеется, ткани, шитье и все такое по мелочи свалено. И диван. Диван будет выброшен, разумеется. Видите, вязальная машина профессиональная. Пылесосы, один утюг, второй утюг, сумочки, сумочки, две швейных машины, точнее, швейные машины и оверлок. Поливалки, хреналки, целая куча, 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 куча всего. По швейным принадлежностям, конечно, сексуашечный манекенчик. Все это будет здесь разбираться, разбираться. Пока делаем разводку и свет, потому что, видите, да, света нет. Удалена отсюда люстра убогая, просто абсолютно совковая разводка. И вот почему очень плохо сверловался. Вот хорошо видно. Сейчас попробуем аккуратненько все дело сделать. Вот, видите, да, абсолютный железобетон. Некоторое количество штукатурочки на потолке. И прямо вот-вот оно торчит. Лапша. То есть даже не медь, а именно лапша. Алюминиевая лапша совковая, которая прямо в коробе треужильная, разумеется. То есть предполагалось, что двухканальные люстры будут установлены. Ну, это везде так. Соответственно, уходит. Причем видно, что по диагонали. Я сейчас стою вот напрямую к стене. И вот смотрим, смотрим, смотрим. Оп. А уходит по диагонали. Причем уходит по диагонали вот так. И в выключатель. То есть с разводкой, ну, полнейшая жопа. Разумеется, все необходимо удалять. Я представляю, что такое железобетон. Потому что ее нужно менять. Это все дело на человеческий медный. Да, представляете, что такое? Нужно полностью переделать. Полностью, полностью переделать. Ну вот. То есть полностью проштробить короб. Прикиньте, насколько это геморройно. Это просто невыносимо будет. Я даже отказываюсь думать, сколько это будет стоить у электриков. Мне это нафиг не надо. Я, скорее всего, поступлю как белый человек. Я также сделаю элементарную внешнюю разводку. Либо разводку в плинтусах. То есть будет уложен также кабель-канал. Кабель-канал в виде плинтуса. Для простоты разводки. Вот и все. То есть будет уложен гофра, неизгораемая, противопожарная гофра. Внутри будет вся разводка по комнате. Вот и все. А на потолок, в принципе, нахрен ничего не надо. Спокойно в уголочке делаем разводку в короб верхний. И освещение остается вот таким вот верхнебоковым. То есть всего 8 бра будет. Типа того. Можно сделать и самый обычный бра. То есть вот таким вот нехитрым макаром. Будем делать 4 канала управления светом. Дополнительно будут ставиться розетки. Не сейчас. Это вы увидите в следующем ролике. Будут ставиться розетки. Розетки тоже сделаем умными. Ну и, конечно же, монтажный ящик. Все это впереди. А пока... А пока буду монтировать разводку. Для вот этих 4. Ну и, соответственно, заглушу симметричные 4 канала. Для подключения противоположной стены. Просто оставлю подписанными. А для тех, кто не в курсе, как работает незавершенная система. Как не потерять каналы и так далее. Мы берем оставленные концы, которые у нас есть. И помечаем их всего-навсего. Но помечать нужно не маркером, не нумеровать или что-то такое. А делаем необходимое количество. Можно даже разный. Где-то у меня синяя изолента лежит. Куда-то я ее отложил. В общем, разным цветом изолента и разное количество колечек. Просто наматываем и все. То есть, одна полоска, одна намотка. Да, это первый канал. Две намотки. Это второй канал. Три намотки. Это третий канал. Четыре, четвертый. И хоть полпровода обмотайте. Главное, что вы никогда их не потеряете. К тому же, провод останется незамаренным. Достаточно будет просто смотать изоляцию. Вот и все. Ну и, конечно, оставлять концы побольше. Ну а пока подключаем четыре, которые есть. Для начала, на сегодня, это все делается одним днем. На сегодня я остановлюсь пока на подключении вот к этой готовой разводке. Сделаем через обычный кнопочный выключатель. Татьяну буду настраивать. Покажу вам, как она настраивается в точности. Утилитку заодно покажу, как я ее сделал, как я ее вижу. И, соответственно, будем с вами изучать вместе принцип функционирования умного дома. Так сказать, настоящий боевой тест. Первым каналом будет канал от окна. Соответственно, четвертый, он тот, который... Нет, вот в кадр не попадает. Но это тот, который у дверей, у дальней стены, у противоположной от окна. А это будет четвертый канал. Протаскиваем конец. Оставляем, заглушаем. То есть, он будет болтаться здесь. Он будет уже подключаться прямо к крыле. Это вот сюда. Понты и понты. В общем, наш колхозный тюнинг пока колхозный готов. Короба пока не устанавливались. Элементальный выключатель. И оп. Хорошо. Плюс они еще разгорятся. Ну, опять, минута-другая им нужна для прогрева. Дальше будет еще несколько роликов. Второй, следующий ролик будет касаться настройки. Я покажу, наконец-то, как работает конфигуратор. Настроим его именно вот под эту систему. Под двухконтурную. Точнее, четырехканальную двухконтурную. Добавим туда кнопки. Четыре или две. Ну, там посмотрим опять. Будем смотреть с заказчиком, как оно лучше. Ну, и следующий, следующий ролик, то есть третий из всей этой серии, будет касаться, разумеется, монтажа самой коробки. Потому что сначала надо настроить, проверить, помигать опять диодами, а дальше уже браться за физический монтаж. Все элементы уже готовы, уже отложены. Остается только уложить их в монтажную коробочку, в монтажный ящичек. Собственно, этим будем заниматься именно в третьем ролике. Ну, и будем устанавливать, чтобы это все дело покажу уже финальный результат. Ну, в общем, вот, вот. Дом начинает становиться умным, господа. Так что... Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok